Образовательные учреждения Дагестана недостаточно обеспечены профессиональными медработниками. В регионе ежегодно открывают десятки образовательных учреждений. Например, в минувшем году заработали 11 школ и 27 детских садов. А вот врачей и медсестер во многих из них нет до сих пор. Потребность в медработниках и также определение источника необходимого размера финансирования обсудили на совещании в правительстве региона. Подробности у Любавы Масловой. В обведенных в эксплуатацию в прошлом году образовательных учреждениях не хватает порядка 160 медработников. Это 37 врачей и 123 медсестры. Сейчас в регионе активно ведется строительство новых школ и детских садов. В 2022-м сдадут еще 49 объектов. Стоит заботиться об их оснащенности не только педагогическими, но и медицинскими кадрами, подчеркнул Абдулмуслим Абдулмуслимов. Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, медицинское обслуживание детей в образовательных учреждениях сегодня гарантированным государством. В то же время во многих муниципалитетах сегодня возникают сложности с решением данного вопроса. За охрану здоровья и гармоничное развитие детей в периоды обучения двустороннюю ответственность несут как образовательные учреждения, так и отрасль здравоохранения. Целом правительства республики Дагестан совместен с главами муниципальных образований. О ситуации с потребностью во врачах и медсестрах рассказал министр образования Дагестана Ихья Бучаев. Он отметил, введение в штат должности медицинских работников возможно при наличии лицензированного медкабинета, а также лицензии на оказание медицинских услуг. В противном случае следует заключить договоры с медорганизациями. Так, на тысячу учеников полагается один врач-педиатр и две медсестры. При отсутствии отделения медицинской помощи обучающимся, первичная медико-санитарная помощь, согласно порядку, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 13-го номера 82-Н, может оказываться в кабинетах, здравпунктах медицинской организации или иного юридического лица, осуществляющего наряду с основной условной деятельностью медицинскую деятельность. Министр здравоохранения отметил, на сегодняшний день главные проблемы – это отсутствие лицензированных кабинетов для медпомощи и нехватка кадров для новых школ и детских садов. Поликлиники попросту не в состоянии оплачивать дополнительных сотрудников. Нагружая лечебные учреждения, медицинские учреждения, медицинским персоналом, деятельность которого не будет приводить к тому, что мы выставляем все счета в комплекс для оплаты, будет тоже ложиться временем на медицинское учреждение, и оно должно будет свои расходы на содержание медицинского учреждения, на медикаменты, на тот же самый перевязочный материал, соответственно, урезать, чтобы выплачивать заработную плату. В завершении совещания премьер-министр поручил руководителям муниципалитетов принять меры по лицензированию медкабинетов, ответственным ведомствам, рассчитать необходимое количество кадров и определить объем финансирования. До начала нового учебного года остается чуть больше месяца. Работу необходимо провести быстро, подчеркнул Абдул-Муслим Абдул-Муслим. Ивана Маслова, Исупгази Амаров, Время новостей.